Титул чемпиона России по кикбоксингу завоевал Павел Авдолян, рязанский спортсмен. Его бой был главным событием профессионального турнира «Рампэйдж». Никаких отборочных Павла пригласили лично, ведь пояс был вакантным. Это значит, что на него перестал претендовать предыдущий чемпион, поступив право молодым талантам. В юниорской сборной он зарекомендовал себя как сильный боец. Большинство боев он выиграл нокаутом, это начинал оперенство России. И он был победителем первенства мира, победителем первенства Европы. У нас один из таких титулованных спортсменов нашего вида спорта кикбоксинга. Со своим соперником из Подмосковья Павел уже встречался и тоже победил. В этот раз матч длился 5 раундов по 3 минуты. Боксировали без защиты на голову и ноги, ведь Павел выступал в категории профессионалы. На тренировках оттачивал коронные приемы и изучал слабости соперника. Слабая сторона, можно сказать, это как раз у него и нога, потому что мало он защищался от этого удара, о кик. Очень много это пропускал, руки были иногда не на месте, так что этим я и пользовался. Это седьмой профессиональный бой Павла. Болеть за него на турнир приехали друзья и родственники, а подопечные смотрели матч в прямом эфире. Павел детский тренер спортшколы «Золотые купола». Ведет сразу несколько групп. Мы опять начинаем с лоу-кита, лоу-кит отработали, да, вот, затем сразу перевод в корпус и двоечку закачиваем. Именно ученики являются главной гордостью Павла. Свой 13-летний опыт кикбоксинга он старается передать на каждой тренировке. Любовь к воспитанникам отметили и на высоком уровне. Павел становился лучшим детским тренером Рязани. Павел Филович, он хороший тренер и он всегда старается и добивается своей цели. Он много тренируется, я так считаю, иногда шутит. Он много заданий дает, там, например, интересных каких-то, заманчивых, с обманными ударами и все прочее. Те ошибки, которые ты допускал, чтобы они этого не допускали, те фишки, которые у меня получали, чтобы у них так же получались. Но в основном работаю на них, чтобы у них все там получалось. Сейчас его главная задача – стать отличным примером для своих учеников, человеком, на которого стоит равняться, а также подготовить подрастающее поколение к чемпионатам по ЦФО и первенству России. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».